привет вам друзья мы снова отдыхаем на природе и выбрались мы сегодня куда на велосипедах а еще собой взяли такую классную штуку как гамак вот она собственно ему и посвящен сегодняшний видеоролик расскажу о том какой нужно выбирать гамак какие моменты стоит учесть перед тем как вы его купили потому что хоть это и не супер дорого но тем не менее эта вещь будет с вами много лет и стоит она не 3 копейки конкретно мой гамак фирма нейча хайк китайский известный производитель туристического снаряжения покупал я его примерно за 1400 рублей в двадцать четвертом году зимой но он сейчас где-то так и стоит в районе полутора до двух тысяч рублей какие особенности гамака стоит учесть посмотрите вам хорошо да вам нравится супер мне тоже нравится я в прошлом году в этом месте проезжая на велике увидел ребят отдыхающих гамаке и подумал блин а как ведь наверное хорошо лежать где-то на обрыве красивом месте среди березок голубое небо лето тепло хорошо не на земле валяться где тебе там какой-нибудь кузнечик припрыгал клещ приполз еще какая-то зараза а вот именно в гамаке я до этого думал что эта штука какая-то неудобная но в принципе можно без него спокойно прожить и в общем-то сразу скажу я заблуждался к вам это просто невероятная крутейшая тема я гамак свой уже проверил наверное сколько раз 67 мы дыхали его тестировали и я до сих пор под впечатлением от гамака и так как же выбрать гамак берите гамак чем больше тем лучше маленький гамак брать не надо у меня ширина гамака метр шестьдесят по длине они примерно одинаковые все а вот ширину берите побольше также учитывайте его максимальную грузоподъемность многие гамаки пишут весом там до до 100 килограмм ну если вы там есть 60 70 вам кажется что в принципе нормально запас хороший есть вот конкретно мой гамак до 250 килограмм это позволяет нам вдвоем там полежать сейчас попозже вам покажу как хорошо вдвоем поваляться в гамаке мы берем туда бутерброды термос чаечек ну или чагу и кайфуем лежим наслаждаемся также обратите внимание что стандартно веревка которая идет в комплекте с гамаком ее может не хватить то есть вот в частности вот такая веревочка смогла обхватить достаточно не широкую березу не толстую березу поэтому заранее озаботьтесь запасной веревкой а лучше 2 веревки потому что бывает два толстых дерева на идеальном расстоянии в идеальном месте стандартной веревочки не хватает как у нас взяли мы одну веревку и местечко где расположиться в общем нашли не сразу хотели там но там у нас веревочек не хватало впрочем и здесь тоже место очень неплохое некоторые люди покупают гамаки с москитной сеткой сверху такая то есть на как натягивается веревочка и здесь собственно сама сеточка она с одной стороны конец зашит здесь на молнии он растягивается а нужна ли москитная сетка если вы купили репеллент от комаров побрызгались им то как грибник сразу вам скажу москитная сетка не нужна мы вот сейчас ходили за грибами несколько раз ходили без репеллента нас зажирали просто выпивали насухо всю кровь эти лесные кровососы купили даже шапочки с сеточкой чтобы нас не жрали комары а потом решили блин ну может хватит уже попробуем побрызгались репеллентом все комаров как рукой сдуло в принципе москитная сетка хороша если вы в гамаке собираетесь ночевать можно и одну закрыться и как бы вам наверно там будет уютно и комфортно в остальных случаях наверное она будет мешать любоваться вам на небо потому что через сеточку все не так красиво нам москитная сетка не нужно мое такое мнение но это лишь мое мнение здесь у каждого свои предпочтения берите гамак больше вот я вешу 100 килограмм моя подруга весит конечно же меньше но тоже принципе не прям худышка мы спокойненько вдвоем располагаемся в гамаке нам хватает места можем там часочек поваляться подремать и насладиться природой гамак однозначно рекомендую к покупке полторы тысячи рублей это не такая великая сумма опять же он будет служить вам много лет а удовольствие вы получите ну просто невероятное количество когда вы будете выбирать гамак берите лучше всего более-менее известного производителя потому что нагрузки если лежать вдвоем он испытывать будет очень приличные ну и если ткань начнет рваться и и собственно уже подшить наверное нормально у вас в домашних условиях не получится поэтому не стоит экономить 100 200 там 300 рублей и покупать что-то такое прям совсем совсем бюджетное не надо читайте отзывы берите проверенную продукцию но от фирмы на и чихайки и не рекламирую к сожалению ничего она мне там не заплатила за рекламу данного гамака и тем не менее могу смело порекомендовать вот опять же лежишь на земле да ты всего этого не видишь хорошо красиво а лежишь гамаке обзор уже совсем другой в гамаке можно даже ночевать то есть вместо того чтобы брать с собой палатку да можно брать гамак но под спину все равно нужно подкладывать какой-то трапик потому что вас иначе продует ветром и конечно же без спального мешка ночевать будет вам очень некомфортно но многие люди начинают потихонечку от палаток переходить гамакам я в гамаке еще не ночевал поэтому ничего сказать не могу я лишь в нем спал дремал и мне было очень хорошо и комфортно некоторые товарищи которые полежали в гамаке порой жалуются что у них там спина болит что-то не то некомфортно все это из-за того что человек просто неправильно лежит нужно в гамаке лежать не вот так а немножко по диагонали вот так то есть не прямо по диагонали запомнили хорошо таком случае ничего у вас болеть не будет вы будете более прямо лежать вам понравится обязательно попробуйте но я сейчас залезу в гамачок и покажу вам как мы там вдвоем располагаемся ну в общем то вот так можно расположиться валетиком в гамаке можно лечь рядом друг с другом но на мой взгляд все-таки валетиком поудобней вам там хорошо я вас не стесняю это замечательно даже поглядите можно немножечко укрыться если лежать одному в этом гамаке то можно прямо закататься и никакая москитная сетка вам не нужно подремать укрыться от мушек букашек и прочих и назойливых насекомых гамак выдерживает наш большой вес место здесь для еды хватает есть вот такой кармашек куда он собирается весит он где-то грамм 700 то есть принципе его можно с собой спокойненько возить ну мы ездим на велосипедах посмотрите и на велике в гермо сумку его закидываем на вилку и там потихонечку аккуратненько с собой возим на этом друзья мои ролик я буду завершать надеюсь видео вам понравилось ставьте лайки не забывайте подписаться всем до скорых встреч увидимся в других роликах а я продолжу отдыхать у меня на очереди немножко газировки и чипсиков для ощущения полной нирваны и кайфа всем пока друзья увидим друзья мои еще один маленький но очень полезный лайфхак когда вы ездите в гамаке и вам хочется пока качаться чтобы вот так вот не делать чтобы себя раскачать да вот такой фигней не заниматься это конечно круто но возьмите с собой тоненькую веревочку если есть рядом деревце привязывайте и за веревочку себя покачивайте одни раскачнули и по инерции вы очень долго будете в гамаке качаться такая вот фишечка